Всем привет! Хочу поделиться своими покупками уходовой косметики. Появилось у нас в магазинах много новинок и я, конечно же, не устояла. Первое, что я приобрела, это вот такой шампунь Фитобаня с комплексом эфирных масел. Эффект бани теперь в ванной. Здесь целых 400 мл, цена бюджетная. Шампунь такого темно-зеленого цвета и он довольно густой. Но единственное, девчонки, что мне не понравилось, я уже когда купила, попробовала аромат. Аромат тяжелый, он пахнет бани эфирными маслами, такими как вот, например, кедр, сосна. Насыщенный очень аромат, конечно, я думаю, будет такой аромат напрягать, но надеюсь, что будет благотворно на мои волосы влиять. Попробуем. Следующий шампунь, который мы приобрели, это Шапту. Для мужчин, 100% объем, густота и сила для всех типов волос. Здесь 380 мл. Мы такой раньше не приобретали. Запах у него понравился, такой мужской. Очень приятный. Ну, посмотрим, как по действию. Будем надеяться, что не разочарует. Повторила я покупку вот такой гель-пены для душа и ванны, банановой. Банан и сливочный пломбир, 750 мл. Удобный дозатор. Я сейчас такой гель-пеной активно пользуюсь. У меня осталось, наверное, вот так. И использую я только как гель для душа. Мне очень нравится аромат. Аромат приятный. Пахнет таким сливочным бананом. Безумно натуральный. Ну, что хочу сказать. Расход у этого средства большой. Я люблю, чтобы было много пены. Пена, чтобы была густая. Поэтому приходится много средства выливать на губку. Ну, я думаю, 750 мл. Не так страшно. Вот повторила. Буду пользоваться с удовольствием. Следующая. Также практически моя повторная покупка. В предыдущем видео о покупках я уже показывала такой мусс. Столько у меня был с персиком и с ягодами Годжи. Сейчас я увидела вот такой соком мандарина и экстрактом Нероли. 250 мл. Для сухой и чувствительной кожи. Очень понравилось мне это средство. Оно быстро впитывается. Приятный аромат остается на теле. Никакой липкости, никакой пленки не ощущается. Вот решила также еще такой прикупить. Дальше, девчонки. Наконец-то у нас в магазинах я увидела вот такой крем. От Organic Shop. Восстанавливающий крем для тела с бананом. Очень много я видела обзоров на этот крем. Все его хвалили. И, конечно же, хвалили из аромата. Но, как мне показалось, аромат немного химический. То есть, не такой натуральный, как, например, вот в той гель-пене, которую я показывала до этого. Но надеюсь, что на коже будет приятно раскрываться. Не будет деформироваться никак аромат. Что вот в этих средствах, в таких бадьях от Organic Shop мной было замечено, что аромат не такой, как из баночки. Но посмотрим. Конечно, потом я свой отзыв оставлю в пустых баночках. Но, повторюсь, только положительное. Слышала об этом продукте. Купила я несколько скрабов от 100 трав. Первый вот такой вот скраб для тела. Горлица на напаре из 7 целебных трав. Соль и лецкая. С экстрактами имбиря, женьшеня и кедровым маслом. Здесь 200 мл. Я вам сейчас покажу, какая консистенция. Вот так выглядит аромат. Ну, пахнет какой-то травой. Но натуральный. Не скажу, что очень приятный, но и не отталкивающий. Такой средний. Но по действию очень хорошие эти скрабики. У меня такой сейчас есть в использовании паста-скраб. Вот, решила также эти попробовать. И следующий скраб для бани. Уже вот такой вот с экстрактами мать и мачехи. Алоэ, календулы, меда, маслом тыквенной семечки и эвкалипта. Та же граммовка 200 мл. Но этот аромат пахнет, он уже, знаете, таким доктор-момом, как по мне. Не очень приятно, но, думаю, на зиму пойдет. Вот такой ядерно-зеленый. Так, дальше, девчонки. Давайте, наверное, покажу то, что купила от баньки Агафьи. В принципе, много средств у меня получилось. Купила несколько скрабов. Вот такой скраб для тела. Облепиха на гречишном меде. Обновление и сияние кожи. Здесь идет 300 мл скрабы. Но я бы не назвала это скрабом. Это, скорее всего, такой пилинг для тела. Они жидковатые, но там очень много скрабирующих частичек. При том, что они такие не крупные, вернее, а меленькие. Пахнет облепихой, да, действительно. Аромат мне понравился. Немножко даже похож на аромат, как у натуры Сибирики облепиховый. Приятный. Вот видите, они такие желейные. Но я думаю, комбинировать с такими жесткими скрабами будет очень даже неплохо. Следующий. Кедрово-ягодный скраб Гамаж для тела. Массажный биоэффект. Здесь масло, жмых орехов сибирского кедра. На масле косточек, малины и брусники. Точно такая же консистенция. Вот так он уже выглядит. Ну, аромат такой, знаете, какой-то очень натуральный. Пахнет травками. Оно, в принципе, терпимый. Следующий скраб. Это уже у нас мороженое на сахаре. Гладкость и упругость кожи. Масло дикой арктической мороженое на коричневом сахаре с косточками малины. Ну, не пробовала еще пока. Но консистенция у них, конечно, у всех одинаковая. Стоят они очень-очень бюджетно. Что-то в районе вот 53 или 55 рублей. И последний, какой у нас был представлен, это скраб для тела «Лимонник на сахаре». Антицеллюлитное народное средство. Также я им несколько раз попользовалась. Ну, аромат приятный. Но я не скажу, что именно лимонником, но чем-то таким отдаленно напоминающим. В принципе, терпимый. Так, и еще увидела я у нас вот такую новинку. Так, немножко отсвечивает. Лимонниковый крем-витамин для тела. Тонизирующее народное средство. Сок дикого нанайского лимонника на кедровом масле. Тут, конечно, нам производитель много чего обещает. Здесь у нас 200 мл. Стоимость также бюджетная, но еще пока не пробовала. Сейчас очень много открытых средств, вот именно для тела. Как немножко поддобью их, так буду пользоваться. Так, дальше, девчонки. Купила я себе мыло для интимной гигиены. От Невея. Интимейт. Это у нас уже идет сенситив. Я такой приобретала с ромашкой. Мне понравился очень. И решила также приобрести вот такой сенситив. Вот так выглядит сам бутылечек. Он, конечно, без дозатора, что огромный минус. Но, в принципе, средство достается из бутылочки очень легко. Так что пользоваться удобно. 250 мл. Очень понравилось. Ароматы приятные. Никакого раздражения не вызывают. Очищают хорошо. А так, девчонки. Еще забыла я вам показать от банки Агафьи. Несколько масок я себе приобрела. Первое. Повторила я маску дегтярную, очищающую. Маска для лица, для парной. Мне эта маска очень нравится. Я от нее действительно вижу очищающий эффект. Очень быстро они у меня улетают. Но стоимость бюджетная позволяет. Поэтому пользуюсь с удовольствием. Следующую масочку, которую я приобрела. Освежающая экспресс маска для лица. Здесь у нас уже органический экстракт таволги. Ирис сибирский, росник лесной и мятохолодянка. Такой же майонезный пакетик. Я видела, что да, ХДМ хвалила очень эту масочку. Но я пока не пробовала. Надеюсь, что мне так же понравится, как и ей. Следующая маска у нас уже голубая очищающая. Маска для лица на васильковой воде. Эта масочка также мне нравится. У нее очищающие свойства тоже неплохи. Неплохо высветляет черные точки. Приятная маска. Вот так же решила я ее повторить. Когда-то давно она у меня была. И следующая маска. Это даурская маска для лица. Успокаивающая. Органический экстракт ромашки. Даурская лилия. Кладонья снежная. И сок огуречной травы. Эту не пробовала. И даже как-то я сильно на нее и отзывов не видела. Но посмотрим. Объем у них 100 миллилитров. Так, дальше, девчонки. Давайте покажу вам покупки дезодорантов. Во-первых, купила я такой вот Рексона. Длительная защита. Свежесть душа. 48 часов. Также, у кого-то из блогеров, я уже не помню точно, у кого видела отзыв на этот дезодорант. И очень-очень хвалили. Решила так же приобрести. Аромат действительно обалденный. Пахнет такой свежестью. Но приятный. Посмотрим, как будет действовать. Следующий. Вот такой фитодезодорант. Защита без белых следов. От чистой линии. Как-то вот взяла меня ностальгия. У меня тем летом был такой дезодорант. Очень он мне понравился. Понравился именно по аромату. И да, девчонки, белых следов он не оставляет. Но защищает он, в принципе, хорошо. Но не так, например, хорошо, как вот такие вот дезодоранты от Рексона. Немножко все-таки защита у него послабже. Но мне нравится. И также, наконец-то, я увидела вот такой вот антиперспирант от Old Spice. С такими волками. Я купила его себе, девчонки. Из-за того, что здесь просто обалденный аромат фанты. Настолько приятный. Вообще, выглядит он вот так вот. Очень понравился аромат. Буду также им пользоваться. Так, дальше. Купили мы вот такие вот дезодоранты. Мужские. Ниви Эймен. Экстремальная свежесть. Не знаю, не пробовали. Посмотрим. И также вот такой вот заряд утра. Ощущение чистоты и аромат свежести надолго. 48 часов. Так, последнее, девчонки, что покажу. Это будет аромат для дома. Вот такой вот аромат Эрвик. Сколько я не пробовала таких ароматов. Вот именно для такой автоматического дозатора. Вот так выглядит. Сколько не пробовала фирм, все равно Эрвик для меня остается самым лучшим. Здесь у нас Дикий Гранат Индия. Такой обалденный аромат. Вообще настолько приятный. Понравился. Будем пользоваться. Ну вот, девчонки, такие покупки у меня были. В принципе, много новинок для меня. Особенно вот баньку Агафьи. У нас не часто ее встретишь. Все, что купила, понравилось на первый взгляд. Ну, посмотрим. Конечно, отзыв оставлю в своих пустых баночках. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Будет приятно с вами пообщаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok